Сегодня мы поговорим о машине, об очень великой машине конца 20 века, начало 90-х годов выпуска. Вот об этой. Это не я, до свидания. Я не мог пройти мимо нее, потому что она так классно выглядит. Это Audi 100, так называемый 45-й кузов, машина вечная. Обратите внимание, сейчас уже 17 лет. Далее, что-то одно старое, 17 лет уже как идет, 21-й ехать. Сначала 90-х годов, так много. Возможно, ее делали красивыми, сделаны не очень хорошо. Это один из лучших автомобилей конца 20 века. Комплектовался моторами от 1.8 до 4.2. 4.2 стоялось в версии S4. 1.8, потом 2 литра, потом 5-цилиндровый 2.3, потом было еще S4 версия 2.2 турбо. И полный привод, конечно же, Quattro. Как он выглядит, классно сбито. Какое шасси. Убалденное. Привод передний. Хочу от себя еще добавить, что Audi 100 в этом кузове снабжалась подвеской. Передней подвеской снабжалась. И задней подвеской снабжалась. Независимой подвеской всех колес снабжалась. Также снабжалась четырьмя колесами и бамперами. И даже иногда она снабжалась двигателем и полным приводом Quattro. Вот эта машина снабжалась двигателем R5 или V8. Потому что это S4 машина. Вот еще одна Audi S4. А вот здесь S4 Tuning, YouTube. Некоторые на эти машины дротят до сих пор. Но дротят вполне заслуженно. Потому что автомобили эти сделаны очень сильно долговечными. Потому что кузов с оцинковкой. Как на Ижевском москвиче кузов с оцинковкой. Хочу обратить внимание на американскую версию Audi 100. У ней бампера большие. Они больше, чем у обычной версии. У европейской. Вот это где-то в Москве снято явно. Какое-то... Я понял где. Это огородный какой-то там. Яблочкового какого-то там улица. Огородного. Огородного яблочкового. Вот она американка. Американочка. Супермашинка. Такие у них классные бампера. Гораздо лучше европейских. А не больше. Если вы берете Audi 100. Ищите американскую версию. Потому что... Так вы будете чувствовать себя достойно. А в европейской версии. Вы будете чувствовать себя недостойно. Всем... Желаю удачи. Всем пока. Ставьте лайки. В общем... В общем... Ребята... Побывав... Закрываем плоскость.